Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Че, Анатолий, простыл? Ага. На похоронах продуло. Да. Тестюшка мой даже здесь мне умудрился напакостить. Ща вылечим. Ты че, какой вылечим? Я же на тимбиотиках. Ты че? Ну-ка запишем. От лечения отказался, шансов выжить нет, отключить от аппарата. Ну, ты же этой химией весь организм себе убил. А у меня с 15 лет одно лекарство. Могу как собака на улице спать. Ну, хоть с Кондратичем. Давай. Ну, давай. Не пуха. Тебе не пират. Алина, ну ты это… Иди, иди. Иди к столу. Я сама все доделаю. Ну. Что? Знаешь, я… Я как-то думаю, мы с папой так отдалились за последние годы друг от друга. Да. Надо было как-то с ним больше проводить времени. Ну, че сейчас причитать-то, а? Надо жить дальше, вон, на детях подумать. Ну, скоро вы там. Кишки уже сводят. Не помрешь! Ой, да ты уж мне зла из тебя. Прости, Полин. Нет, конечно, ты права. Надо больше уделять времени мальчикам. Больше как-то заботы, им внимания. То, наверное, чего мне так не хватало. Ну, вообще-то, я имела в виду, что им дрыны не хватает. Ну, а че они гуляют, где попал, да он мне ночует. Не, ну, заботу, конечно, им тоже не хватает. Ну, прорвемся. Бать, ну, чего ты сам не сводишь сегодня, а? Не ешь, не пьешь, не гундишь. Тоже в трауре? Ля Фау. Ля Фау. Че? Ля Фау. Ля Фау. Ля Фау. Лучше подскажи, как ее искать. Хорошо. Редукция, она стопудово не местная. Потому что местные бабки ваш буржуйский магазин за километр обходят. Она либо проездом, либо в гости приезжала. В гости? С пельменями и ручным культиватором? Да, странно. Культяпка. Эх! Здесь пяти километров дачи. И у них магазин через день работает. Там надо искать. Ха-ха-ха. Бать цветы не трогай. У меня лидка на штурки полет. Так, так. Даня, давай все быстро сделаем. В цену я скоро назобрал. Не буду ждать. А мы вообще надолго на эту дачу? Ну, я думаю, кошек грибов соберем и сразу домой. Давай. Мальчишки, не хотите на озеро прогуляться? Погода такая замечательная. Пикничок строим, а? Не, мам, мы собирались на великах это вот… Погонять? Да, вот. Так и нас с собой возьмите погонять. Очень смешно, мам. А я не шучу. Как тебе такое предложение? Отлично. Стоп, стоп. А как вы себе это представляете? Мы что, будем по очереди на двух великах гонять? Ну, что ты поддуриваешься. Мы на прокат возьмем. Давай, иди, 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 собирайся. Давай, давай. Ну. Мама, ну. Не мамка идти. Ну, вы видите, матери плохо. Ей надо помочь. А если будете возмущаться, я вам еще поход в краеведческий музей устрою. Понятно? С экскурсией? Даже не думай. Иди вот. Траук в доме. Никакого телевизора. А завтра? Там же лига чемпионов будет. Сорок дней. Ладно, Антоха. А мне-то за что? Ни хрена себе у тебя схрон. Да толку-то от этого схрона. Хрена ничего не помогает все равно. Ну, ты ж меня не слушаешь. Я вот такие простуды за один день вот так лечу. Мало, что мой нерв на куре сторонке. Перцов купил, коллеги? Я буду рога гнать велосипед. В глухих лугах его оставлю. Я буду рога гнать велосипед. Я буду рога гнать велосипед. О наших встречах позабыла ты. И по кому, напомидь обо мне, Возьми вот эти скромные цветы. И по кому, напомидь обо мне, Возьми вот эти скромные цветы. Красиво. Эх, жалко, я не согласилась, да? Да. Ну-ка. А вы меня можете к ним подрисовать, да? Когда туман спущается и грусть, Она пройдет, не поднимая глаз, Не улыбнется даже, ну и пусть, Она пройдет, не поднимая глаз… Че, согрелся? Да, да. Теперь рок-н-ролл. Айтон, ты че? Че трюнул-то? Нормально все? Антоха, я сделал все, что мог. Вы хоть понимаете, что своим самолечением гробите его организм? Ж проверенные народные средства. Люди веками так лечились. Серьезно? Может вам к нам пойти? Посадим вас в травматологию, будете подорожник выписывать при переломах. Или офтальмологом ячмень кукишем лечить. О, смотри, как живой. А вы переживали. Парень, звоните батюшки от меня, отпевайте. Антоша, вот здесь яблочки, блинчики, яички. Спасибо. Яички. Ты погляди, какие хоромы, их здесь наверняка осетриной кормят. Антончик, это у тебя глюкоза или святая вода? Физраствор. Клевая болотка. Смотри, телевизор. Дорого, наверное? Страховка все покрывает. А ты от нас пока страхуешься? Папа, если ты не знал, у нас как бы полис на всю семью оформил. Меня в следующий раз у страховки исключай. Это деньги на ветер. Наликом мне мою часть отдай и все. Остался только платная. Ай, ну, значит, калейте это платный аналог. Но только бесплатно. Поймите, это не срочно. Вы можете сделать и в течение полугода. Вот обнаглели, а? Только о буржуе заботятся. Он какие хоромы им отгрохали, а для нас, пенсионеров, у вас лекарств нет, да? Здравствуйте. Дедушка, забирайте свою бабушку и приходите через неделю. Это ховло, а? Нет, 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 нет. Я это так не оставлю. Мы это так не оставим. Не оставлю. Забачу. Крутим. Женщина, у них обед. А, ну, ничего, ничего. Я подожду. Так целый час ждать. Что? Мы можем пока куда-нибудь сходить, выпить по чашечке. Какао? А когда вернемся, мы им устроим Хиросиму. Да? Угу. Ну, ладно. Пойдем. Так, вы поезжайте, а мне еще прикорм на карасик надо купить. Мы карасик или за пивасиком? Смотри, выпьешь и будешь вместе с карасиком. Мальчишки, а может, заедем в кафе, посидим? Не, мама, это вообще-то девчонки ждут. Да, мы с Элей договорились свадьбу обсудить. Ну, обсуждайтесь еще. Лида, не надо давить на мальчика. Хотят встречаться с девочками, пусть встречаются. Забыл чего? Все, забыл. Лидка дома. Травор устроила. Я у тебя тут. До вечера перекатываешь? Лигу чемпионов рядом. А вечером тебя все равно попросят. Посетителям можно только до десяти. Что-то насморка какой-то. Вирусняк от тебя, наверное, поцепит. Не знаю. Вирус на кисти? Яночка, а приходите с Элей к нам в гости. Посидим, пообщаемся. А то мы вас совсем не видим. Ну, отлично, отлично. Хорошо. Ну, теперь точно придется подчиниться. Мне взяли заложник. Еще и сжога. В боку колется. А сердце стукануло сегодня так, что прям сил нет. Столько разных таблеток пью, что три меню на день можно составить. Значит так, сейчас пойдете, сдадите кровь и мочу. Мочиться. Мочиться, это же такая боль. Я же после этого снова мочусь. Мочусь и мучаюсь опять. Правильно говорят. Хочешь быть здоровым, не ходи к врачу. Целый букет малячик нашли. Прекрасно. Кормить-то когда будут? Это я псих. Я хотя бы не сжигаю теплохода. Я не ворую мертвых людей. Не нравится мне это место. Сразу видно, Абираловка. Я не волнуйтесь, я же угощаю. Добрый день. Готовы сделать заказ? Здрасте. Значит так, сто грамм коньячку, пару бутербродов с форелью. Нет, давайте с икрой. Для дамы салат с рукколой и сок мульти витаминный. Мы же собирались с какао. Я чего не могу с собой поделать. Рядом с такой шикарной женщиной. Просто душа просит праздника. Подождите. Это вы что, решили за мной приударить? Просто восхищен вашей проницательностью. Вы одинокая, хрупкая женщина. Я одинокий, хрупкий директор престижного магазина. Чего не приударить-то? Так может шампанского? Нет, ничего не надо. Да? Да. Пойдемте, Виктор Алексеевич. Нечего нам деньги транжирить. Как скажете, Зоя Миронна. Значит так. Цветы мне не дарить. Пустые траты. Лучше эти деньги на сахар или макароны потратить. Резонно. Жить мы будем раздельно. Ну, мне ж надо узнать вас получше. Может, вы проходимец какой? Как вы могли подумать? Я глубоко, порядочный человек. Могу детектора лжи у Шепелева пройти. У меня у самой дома такой детектор есть. А, кстати, раз у нас скакалки не получилось, я приглашаю вас к себе на рассольник. Да. Ну, что вы такие грустные? Расскажите что-нибудь. Мам, мне кажется, что после вчерашней легкой восьмичасовой прогулки мы вряд ли сможем тебе рассказать что-то принципиально новое. А давайте поиграем, а? В тысячу. Где у нас карта-то? Давайте пазл. Вот тот, который вы мне подарили на день рождения в семейном входе. Круто. Три тысячи элементов. А хорошая эта штука, страховка. Небойзные суррогаты Геркиного крепнуть. А что, в таких условиях сразу откачают? Ты можешь этого не делать, а? Извинения мы с Андрюхой не принимаем. Иванов? Да. Алексей, намазок. Какой еще мазок? Ну, вы же сами жаловались, что вам мочиться больно. Ты жаловался? Чего он сопротивлялся? Доктор Зверь любил. Признали. Уральские пельмени начинаются. Мазок. А давай-ка вот отсюда. Вон. Ага. Данек, слушай, а можно тебе на пять минут, а мне старость третья группа написала, нужно очень важную конференцию обсудить? Конечно. Угу. Полина Сергеевна, все в порядке. Да, Данек, надо как-то сливаться из этого кружковного досуга. Надо. Ну, а что ты предлагаешь? А я предлагаю, что ты что-то предложил. Тут мы с папой в Ялте. А здесь не одиннадцать. Такие счастливые тут. Я вас так понимаю, Полина Сергеевна. Когда мама не стала, я год спала с ее фотографией. Ну, вот вы ищешь замуж за нашего Ванька-то. И будет у тебя две мамы. А у меня три. Девчонки, можно вас на минутку? Да, у нас тут как раз вопрос по конфе решается. Вы очень нужны. Короче, план побега такой. Эля тебе сейчас позвонят, скажут, что якобы надо ехать в универ. Да, ты перед мамой должна будешь подтвердить, что мы все там действительно нужны. И сами сваливаем в кино. Да. Вы идиоты. Вашей маме плохо, а вам лишь бы гулять. В общем, как хотите, можете уезжать, мы останемся. Настоящая джентльная. Стокгольничкий синдром. Как? Стокгольмский. Когда заложники начнут симпатизировать своим захватчикам. Совершенно верно. Мой тебе совет. Позову на мазок, беги. Ой, спасибо. А мне? А вам нельзя, у вас через десять минут гастроэнтероскопия. Я к Москве еще не отошел. А эта хрень как-то посрашнее звучит. Не волнуйтесь, там ничего страшного нет. Совсем охренели? Живого человека такую дуру засовывать. Уже всюду залезли, кроме задницы. Ай, да что ж такое-то, а? Ну что, Виктор Алексеевич? Готовы к испытанию? Готов, как Гагарин в шестьдесят первом. Что ж такое-то? Вот он, мой детектор. Ну как? Смотри-ка, а вы ему нравитесь. Да, точно. Он чует хороших людей. Виктор Алексеевич? Вы что? Виктор Алексеевич, что с вами? Виктор Алексеевич? Виктор Алексеевич! Пусть только попробует проиграть. Я ее занесу. Всех и у Геана сегодня прошел. Через пять минут заберу. Ну, чего шары выкатили? Давай, наливай свою микстурку. Бахнем по ложечке. У меня сегодня день счастливый. Я нашел женщину своей мечты. Это ты отчасти пятнами покрылся, да? Да нет, у нее кот дома. А у меня же на них аллергия. Вот я к вам и определился. Иванов? Да. Алексей Викторович, через пять минут на МРТ. Футбол через пять минут! Кое МРТ? У вас плохие анализы. Нужно срочно сделать сканирование, пока томограф свободен. Что же за день-то сегодня? Такой я вообще не понимаю. День расплаты за грехи. А вы мне указываете, что значит довести. Я что, не могу больного довести? Моя переживает за меня. Доктор, а сколько это времени займет? Полтора часа. Два сканирования по сорок пять минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь сладкий. Он минуту через сорок будет готов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, девчонки, надо спать. Угу. А вы тут пока поворкуйте о своем, о женском. Да. Завтра уже выходной. Спокойной ночи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит так, Ивановы, Антон Павлович, Викторий Алексеевич, можете собирать вещи и ехать домой. Но при этом строго соблюдаем все предписания речащего врача. Спасибо. Наконец-то. А вам, Алексей Викторович, придется немножечко полежать, если не хотите, чтобы ваш дуодонит прогрессировал. Доктор, вы пишете-то, хрен разберешь, а разговариваете еще хуже. В исполнении слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки. Так что готовимся к строгой диете. Я вам еще не взгляну. Нормально посмотрел футбол, а? Не пожрать, не выпить. На одной морковке я загнусь просто. Ты же говорил, приспособлен, как собака. Они могут две недели без еды. Терпи. Сынок, диета, это очень серьезно. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok